Всем привет, друзья, с вами Ксюша. Сегодня покажу вам свой заказ с сайта Дреслили. Я его уже, я не знаю, ношу месяц, а то и больше, и все время забываю его подснять. Хотя вещички есть интересные, про которые вы меня спрашиваете в инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм ангеловринея, нижнее подчеркивание official. Там обычно посты с вопросами для гладильных влогов, что-то еще интересное, какую-то супер актуальную информацию можно получить оттуда. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Почему бы и нет, согласитесь. Первое, что я покажу, очень прикольная вещь, то, что меня спрашивали очень много людей по ссылке. Я выложила фотографии с мамой. Кроссовки. Кроссовки, чулки, носки. Я не знаю, как их правильно назвать. С модной нынче подошвой. Такой очень объемный. Посмотрите, то есть такой прям набалдашник какой-то. И это верх текстильный тканевый. Носочек, к сожалению, тоже текстильный тканевый. Я еще нигде им не зацепилась, не ударилась, но меня это пугает, потому что, скорее всего, он испортится. Ощущение, что это, ну, якобы под велюр какой-то сделано, что это такое, по факту, я не знаю. У меня 37-й. Не хочу вам показывать подошву. Я ее оттирала, но она такая еще, относительно грязная. У меня 37-й размер. И на меня это большой размер. То есть, когда я смотрела на сайте, мне показалось, что 37-й идеально мне подойдет. Но нет, 37-й мне великоват. Поэтому я ношу их на колготки, потом сверху в носки, потому что, ну, в принципе, у нас прохладно. И уже тогда надеваю их. Мне очень нравится этот концепт. То есть, я как будто в кроссовках, при этом это выглядит как такие ботильоны, не до сапожки. Ну, штука достаточно милая, привлекающая внимание. У меня все спросили, откуда я их взяла. Ну, я всегда говорю честно, где я чего беру. И очень много вопросов было в инстаграме про эти кроссовки. Если говорить о материалах, про материал верха я сказала. Такое себе мне не нравится. Ну, пока с ними ничего не случилось. Я проходилась под ним щеткой для нубука. Вот, и все отлично. Если говорить о материале подошвы, то у меня есть проблема. Я бьюсь каблуками. То есть, на всей моей обуви вот эта часть стерта. И эта обувь не стала исключением. Плюс здесь сам вот этот каблук, вот эта часть очень объемная. Ну, да, я их уже сбила. Но, в целом, выглядит очень прикольно. Я сейчас думаю, что, возможно, когда будут скидки на каких-то, может, официальных сайтах, я бы себе взяла реально такие вот приличные кроссовки. Либо даже сапоги. Мне сейчас очень нравятся высокие сапоги с кроссовочным низом. Следующее, что я вам покажу, вещь спорная. Я уверена, мне очень много напишут, что тетеньке в 30 лет не очень прилично носить подобные вещи. Но я от нее кайфую просто. И это сумка. Сумка в виде чего? Тест на возраст. Да, аудиокассеты. И, как по мне, это просто фантастика. Это клатч твердый, то есть он каркасный. И это сумочка, в которую помещается не так уж много. То есть, вот какой объем вы видите, да, в принципе, то же самое помещается внутрь. Я туда кладу кошелек, телефон и тоненькую пачечку влажных салфеток. Все. Ну, в принципе, мне этого и достаточно. Я заменила ремешок. Изначально ремешок, я его тут где-то найду, он у меня в пакете. А вот он, он оказался рядом. Мне вот в таком пыльничке пришла сумка. Кроссовки, кстати, были в коробке даже. У сумки вот такой ремешок был. Мне это не понравилось. Во-первых, ручки, цепочки для меня это катастрофа для волос. Значительно изящней выглядит эта сумка с вот таким обычным ремешком. От какой-то старой сумки я сняла и сюда его переодела. Мне кажется, это очень стильно. Это очень круто. Это такой просто флешбек в мое детство и юность. Мне очень нравится эта сумка. Очень, 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 очень. Я давно хотела нечто подобное. Следующее, что я вам покажу, то, что, ну, вещь спорная. Мне, честно вам скажу, не очень понравилась. Но хочу еще ваше мнение получить. Я заказала себе костюм прогулочный. Наверное, он должен быть прогулочным. Но, походу, это будет домашний костюм. Я не знаю. Я не готова его носить. Это материал. Достаточно приятный к телу. На удивление и супер-пупер теплый. И это костюм, который на сайте, на стройной, высокой модели смотрелся великолепно. Но не на мне. Потому что я не высокая и не стройная. И это портит, слушайте, любую вещь на мне. Что это такое? Это кофточка и брюки. Брюки укороченные. Очень странной длины. Ну да, бог с ним. В виде вязаного костюма. То есть выглядит, как будто это вязка косичками. Но, по факту, это вот просто тканевый костюм. Он очень теплый. Он супер теплый. И за счет того, что он такой объемный, то есть сама ткань, она достаточно толстая. То есть, я не знаю, миллиметра три, наверное, сама ткань толщиной. Костюм невероятно полнит. Ну, плюс фасон, который не предусматривает там скрытие каких-то недостатков. То есть он прям полнит. И меня это, конечно, накаляет. То есть, ну, для меня это тяжело. Я и так плюшевая. И тут еще вот добавляется такой объем. Скажите, что вы думаете про этот костюм? Цвет красивый. Цвет мне нравится. Цвет такой благородный. Мне кажется, что мне он идет. Ну, возможно, я ошибаюсь. Кофточка с капюшоном и с таким, как это называется, карман. Кенгуру, да, наверное, да? Вот такой, который на животе. Ну, теплый костюм. Теплый. Я не знаю, носить ли мне его дома или как-то его адаптировать под улицу. Скажите, что думаете. Но он супер теплый. Следующее, что я вам покажу. Я самое пикантное, видимо, оставлю напоследок. Следующее, что я вам покажу, это платье. Я любитель всяких необычных принтов. Дико мне нравится. И есть вид платьев на китайских сайтах, которые меня просто будоражат. Это платье, у которых верх такой достаточно обтягивающий, облегающий. И юбка. И юбка откидывает меня к моему детству, когда я смотрела фильм «Пять минут». Ну, с Людмилой Гурченко, новогодней, где у нее такой и пальтишко было, и платье все. Я обожаю эти платья. Они идут девочкам с очень тонкой талией. Ну, что делать, если этой талии нет, а платья эти очень не нравятся. Но почему-то длина юбки у этого платья гораздо короче, чем я ожидала. И материал не такой летящий. То есть мне казалось, что ткани на юбку затрачено больше, чем есть по факту. Итак, ремешок абсолютно обычный, не какой-то особенный. И, собственно, платье вверх черный монохромный. И юбка, которая, ну, мне показалась очень забавной. Здесь губные помады, колечки, духи, какие-то птицы, бабочки. Ну, это такой девчачий игривый принт. Ну, и, разумеется, белый горох, да. Так он затесался среди бабочек и птиц. Мне показалось, что это мило и забавно. Но мне то ли длины хочется у этого платья, то ли надо смириться с тем, что мне этот фасон не идет. С другой стороны, моложе, чем сейчас, я уже не буду. И если я сейчас не поношу вот это вот дурашество, которое мне хочется, да, но мне прям хочется. Когда я это сделаю? Когда я еще надену короткие шорты с плотными черными колготками и ботильонами грубыми, такими прям ботинками подвоенные? Когда? Если не сейчас. Когда мне будет 50, хотя вполне возможно, я не планирую стареть с достоинством. Вот, я планирую быть чудаковатой бабкой. У меня пока такие мысли. Материал платья, разумеется, это синтетика, да, и очень-очень такие, знаете, отзывы на это платье противоречивые. Илья сказал, прикольно, глянь, какое, ну ему тоже принт понравился, глянь, какое прикольное платье. Мама моя сказала, ээээ, Ксюша, ты в своем репертуаре. Ну то есть вот так. Скажите, что вы думаете, насколько это нелепо, на ваш взгляд. Вот. Идет ли мне этот фасон, и может мне стоит уже как бы подзабить на всю эту историю? Или не стоит? Что вообще делать? Расскажите. И вот достаю я этот, значит, под кожу корсет, корсаж. И думаю, Ксюша, а ты где заказывала? Не разделили одежды для взрослых? Ну типа, вы поняли. Это наряд. Снегурочки. Ну это не снегурочки, конечно, это, наверное, миссис Санта, я не знаю. Санта Клаус, все дела. Я думала, что это будет, ну я не знала еще, какая будет тема корпоратива. И я думала, что в случае чего я на корпоратив, ну в любом случае корпоратив будет костюмированный. И я когда думала, что надеть, я думаю, я вот приду вот с Санта Клаусом. Ну, мне всегда хотелось иметь какой-то такой наряд. В костюм Снегурочки, который у меня дома висит, который мне шился, давным-давно я уже не влезаю. Хотя я не мерила. Слушайте, если я влезла в свадебное платье, то возможно я влезу и в костюм Снегурочки. А вот это сейчас прям интересно. Вот это интересно. Итак, я заказала себе платье или шубка, я не знаю, как это правильно назвать, Санта Клауса. И я была уверена, что эта вещь будет длиннее и грудь моя будет закрыта. То есть если вставить фотографию с сайта, там очевидно, что эта вещь длиннее. Если посмотреть на мне, эта вещь очень-очень короткая. По материалу. Это материал тех костюмов, которые вы видите в продаже везде. Да, ну, когда наступает Новый год, очень много всяких новогодних ярмарок, в магазинах появляются эти костюмы. То есть ничего там супер сверхъестественного. У меня это размер L, наверное, да. Сейчас скажу. Ага, какой там? 2XL. У меня размер. Ну, я не могу сказать, что на мне это сидит хорошо. То есть мне бы хотелось, чтобы это было поменьше. Но если, представьте, размер меньше, то и длина же уменьшится, соответственно. Я не знаю, что это будет. Мех, который на подоле, на воротнике и на манжетах, очень приятный. Ну, это мех. Вы же понимаете, мех условный. Очень приятный. Я знаю, что он портится после стирки. Ну, и что, собственно? Тоже вопрос по поводу этого корсета. Мне кажется, что у меня с ним это платье выглядит хуже, чем без него. Не знаю. Нет у меня там талии, чтобы ее сильно подчеркнуть. И вещь достаточно широкая. Не знаю. По мне это не супер-пупер. Конечно, для баловства, для каких-то семейных, наверное, игрищ, это неплохая идея. Но по факту, не знаю, не знаю. Слишком, слишком короткий подол. Слишком короткий. Спасибо, что посмотрели. Что вы думаете? Что думаете про костюм? Что думаете про платье? Что думаете про наряды Деда Мороза? Это какая-то вещь внутрисемейная или вполне себе прикольный костюмчик для корпората? Как вы думаете? И обязательно напишите мне. У вас устраивают костюмированные корпоративы? По мне это просто крышеснос. Это очень весело. Особенно, когда это не просто костюм, а когда человек придумывает себе образ и держит этот образ до конца мероприятия. Вот это прям огонь. Тогда в этом есть трушность определенная. Мне кажется, это супер вообще. Я всегда двумя руками за костюмированность, за какие-то маски. Мне кажется, это момент подключения своей фантазии. Это всегда классно. И в школе я обожала, когда были костюмированные елки, например. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет очень приятно. Люблю вас безмерно. Спасибо, что вы у меня есть. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok